3 декабря в стенах Владимирского юридического института стартовал традиционный 23-й российский турнир по борьбе с амбо на кубок Александра Невского. Он собрал 136 борцов из 10 российских регионов. Гостей и участников соревнований встречали по старой русской традиции хлебом и солью. Традиционно турнир проводится совместно с спортивным центром молодежной. В нем впервые организаторами были допущены девушки сразу в двух весовых категориях. С 1988 года проводится данный турнир. Приехали из городов. Во-первых, Республика Дагестан привезла свою команду. Близлежащие наши города Нижний Новгород, Иваново, Ярославль. Возраст участников соревнований должен быть не меньше 17 лет, а классификация ниже кандидата мастера спорта. Поэтому, в отличие от ребят, которые только начали заниматься самбо, участники этих соревнований уже являются чемпионами России, мастерами спорта международного класса, призерами мировых первенств. Перетенников Олег занимается борьбой с 10 лет. И, по его словам, у него не было другого выбора. Ну, я живу в деревне, и как бы это... Тут выбор либо пить, либо заниматься борьбой. Больше там нечего было делать, так что пошел туда. Как вид спорта, самбо был официально признан 16 ноября 1938 года. В настоящее время самбо подразделяется на две спортивные дисциплины. Это боевое самбо и борьба самбо. По ним проводятся чемпионаты России, Европы, мира. Кроме того, есть специальный раздел в самбо. То есть это служебно-прикладное, которым занимаются сотрудники. Победители соревнований получили не только кубки и медали, но и звание мастер спорта России. В пяти из девяти весовых категориях наши владимирские спортсмены показали лучшие результаты. Старцева Ольга, Рыжова Ксения, Мельников Антон, Ибрагимов Замир, Радько Константин стали первыми.